Ну вот, надеюсь, на первый вопрос по квартире я ответила вам. Хотя вот еще что хотела сказать. Вот такие доплаты государство делает только безработным и пенсионерам. Если вы работаете, вот как я работала, мы же были с Юрой прописаны по разным адресам. Я была прописана в одном месте, а он был прописан в этой двухкомнатной квартире. Когда я уже пошла на пенсию, тогда я к нему прописалась. И тогда нам стали рассчитывать на двоих. И сюда мы переехали, нам на двоих. Ему на его счет заходили доплаты, мне на мой счет доплаты заходили. А если я вот работала, почему я была на другом адресе, я работала, тогда нам бы пришлось платить. У нас та квартира стоила 550 евро, нам бы пришлось 550 евро платить. Вот такие дела. Ну а теперь вот спрашивали насчет Нины Новомужа, чем он болеет. Ну как я вам могу сказать, чем человек болеет? Конкретно, он не болеет ничем. Да, была у него операция онкологическая 6 лет тому назад. Ну он обследуется, вот у него было обследование по весне. Все у него нормально, таблетки он какие-то пьет. Все у него с этим делом нормально. Но в прошлом году, в апреле месяце, у него была сильная авария. Он выскочил навстречу и пошел в кувет. Машина вот так пошла. Подушки безопасности не открылись. И это его спасло, потому что ему в полиции сказали, если бы открылись подушки, то очень бы он пострадал. Могли бы ребра поломаться, там еще что-то, сотрясение. А так ничего не было. То есть как бы визуально, физически он не пострадал. Когда люди вызвали полицию и амбуланси, амбуланси приехала, предложила ему поехать в больницу обследоваться, он отказался. Но на второй день, он даже домой сам, ну его довезли до остановки, дальше он пошел домой. На второй день он почувствовал, что у него болит спина. У него все-таки от удара, наверное, может быть, позвоночники струснулись. И у него начались такие проблемки. Вот он хочет что-то сказать, но он не может высказаться так, как мы предположим, как я с вами разговариваю. Он не может высказаться. Вот он начинает вокруг да около, и так он и свои мысли он не может собрать вместо, до места. Вот. Хотя он человек довольно-таки образованный. У него высшее образование. Он всю жизнь проработал на высоких должностях. Он всю жизнь проработал начальником леспромхоза в Бурятии и в Сибири. Учился он в Красноярске. Они с Ниной одноклассники. В Сибири они жили. Даже Лёва у них два года жил на квартире, квартировался. Потому что до восьмого класса он доучился в той деревне, где были его родители. А девятый-десятый надо было вот ходить тут, где Нина жила. Тут была большая деревня. И как бы они его взяли, родители Нины на постой взяли. Вот они его кормили. У Нины еще сестра и два брата. Ну, в общем, такая вот семья. Ну, знаете, в Сибири это как-то просто. Да, я думаю, и у нас в Украине тоже в деревнях раньше так было тоже. Вот. И вот они дружили, в школе дружили. А после школы они расписались. И Нина хорошо учила в школе. Она говорит, даже лучше, чем он учился. Но его родители решили, что Лёва должен быть образованным. А Нине не надо быть образованным. У Лёвы папа фельдшер, а мама преподаватель математики. А у Нины работяги. Папа всю жизнь проработал скотником, а мама пекарем. Вот они уехали в Красноярск. Лёва поступил в лесопромышленный этот институт. А Нина работала водителем троллейбуса в Красноярске до декрета. Там Андрей у них родился. Потом Лёва закончил там учиться. И их отправили в Бурятию. Раньше же надо было отрабатывать на пять лет в Бурятию. В Бурятии они пробыли только два года. Ребенок стал болеть. И Нина ему поставила ультиматум. Либо же мы уезжаем в Сибирь обратно. Потому что там климат абсолютно не подходил. Вместе. Или мы уезжаем, а ты остаешься. И он перевелся потом в Сибирь. В Красноярский край. Лесосибирск. Если слышали, вы дали Лесосибирск. Так вот они жили от Лесосибирска 40 километров. Там был большой леспромхоз. И заключенные зона, которые работали на этом, в этом леспромхозе. Ну там у них коттедж был. Ну вот, в общем, вот и так вот. Это я к чему говорю? Что Лёва далеко не дурак. По своему развитию он образованный культурный человек. Но вот что с ним случилось, а вот это вот вопрос. К врачу он идти не хочет. Не хочет. А не хочет по той причине, что вот ему в октябре будет 70 лет. И здесь такие правила в Финляндии, что в 70 лет надо пересдавать на права. То есть ты имеешь ты право дальше продолжать ездить или не имеешь. И вот он не хочет, потому что если он только пойдет к врачу. А у нас врач русский, у них русский врач. Она же сразу заметит, что с человеком не толкшут. И сразу она его пошлет на обследование. Вот я, конечно, не врач. Но я в больнице работала. И много встречалась с подобными больными. Я так думаю, возможно, у него был микроинсульт. Потому что когда улыбается он, у него губы уходят в одну сторону. У него одна нога отекает. У него рука одна хуже работает, чем... То есть левая сторона как бы у него небольшой порез левой стороны. Возможно, это от травмы. Возможно, это от... Испох был такой. Или кто его знает. Трудно сказать. Потому что к врачу он идти не хочет. А здесь такая у нас технология, знаете, у финнов. Если ты сам не хочешь, то тебя никто не заставит. Это я уже убедилась со 100% когда у меня Юра болел. И когда он отказался пить таблетки. Буквально за 3 дня до того, как он ушел. Это была пятница. Я позвонила его координатору. Где он находился? Он же находился в палеотивном отделении. Ну, был там прописан, но находился он дома. Я позвонила координатору и сказала, что так и так. Юрий не хочет пить таблетки. Она говорит, ну, хорошо, мы пришлем медсестру. Приехала медсестра. Она час возле него танцевала. Пожалуйста, давай выпьем. Это нужно. Это хорошо. Это для тебя. Это вот это. А это вот это. Нет. Он сказал нет. Ну, потом у него уже, конечно же, у него уже были проблемы уже большие. Это была пятница, а во вторник он уже ушел. Вот. Но он ей пообещал, что он в понедельник приедет в больницу на обследование. И он свое слово. Все-таки он был больной. У него уже был рак мозга. Но это он помнил. И в понедельник мы действительно, а я вызвала такси, мы поехали как бы сделать обследование. Но я знала, что мы едем не на обследование. Мне просто надо было его привезти в больницу, чтобы они вместо таблеток назначили ему уже уколы. Вот. Ну, а он в понедельник уже впал в кому после обеда. И во вторник он уже в 12 часов ушел. Поэтому вот и Леву никто не может заставить. Пока он сам не захочет пойти и обследоваться, ни Нина, ни сын же здесь в Хельсинки живет и работает. Андрей, вот ему 50 лет уже. И двоюродный брат Сергей, которому тоже 50 лет, очень хороший парень, тоже хорошую должность занимает в телефонной компании. Вот он ему помогает во всем. Если там с компьютером, с машиной, с телефоном, он все счета там ему помогает оплачивать. Все это он решает сам, потому что сын-то далеко в Хельсинки, а Сережа здесь рядом, брат. Поэтому он все ему помогает. Вот. И просил его, давай, пожалуйста, оформим это, сходишь к врачу, оформим тебе, ну, как бы, не опекунство, а вот ты, предположим, ты не можешь там больше какой-то суммы снимать в банке. Он говорит, а, вы, значит, хотите мне дурака сделать? Я не дурак, все, я не дурак, все. А если человек не хочет, значит, этого не будет. Я ведь до последнего дня на Юру не оформляла ничего. И до последнего дня с больницы его врач не присылал ни на полицию, ни бумаги, что он не имеет права ездить. Он просто как-то сам решил, что ему это не надо. А вот такой вот, как Лёва, вот он же иногда выезжает, он иногда выезжает. И Нина, когда с ним едет, она приезжает домой, говорит, я как камикадзе. Я приезжаю домой, с меня 33 пота сойдет, потому что он то едет по встречке, то надо повернуть налево, он повернет направо, надо тормозить, он едет. Ну, в общем, ездить с ним это очень, очень опасно, очень тяжело. Вот, хотя еще в прошлом году, в прошлом году он возил, бывало даже и по два раза в неделю, и по три раза в неделю меня с Юрой в поликлинику на анализы, на обследование. Ну, да, да, и тогда уже как-то прослеживалось немножко какие-то отклонения в его вождении. Но как-то я все это не могла понять, от чего это. А потом это все стало усугубляться, усугубляться, и вот довело до такого. Поэтому он сейчас практически, я вот там показывала вам на балконе удочки, Лёва Рыбак, но он за зиму и за весну, он один раз только поехал на рыбалку. Вот. А потом еще вам скажу, вот не нажми, я все время рассказываю, он постоянно падает. Вот он дома, ну, и всегда находит отговорки, от чего он упал. То он перецепился за коврик, то он перецепился за порожек, то он за шнурок где-то перецепился, то он там качнулся, не досмотрел. Он очень часто падает. То есть у него абсолютно нарушена координация движения. От этого, я думаю, что он и падает. Ну, все равно, как бы то ни было, как бы то ни было, все равно, сдаст он эти экзамены в октябре, не сдаст, все равно он пойдет в больницу и будет решаться этот вопрос, потому что, ну, это, это, прежде всего, это для него. Опять прерываюсь, а потом продолжим.